Привет всем! Сегодня в программе новости науки с Фролиной Киряевой самозаживляющийся бетон, печать музейных экспонатов и научные публикации. Подробности далее. Итак, в мире. Нидерландский изобретатель Хендрик Мариус Йонкерс из Дельфтского технологического университета разработал самозаживляющийся бетон, трещины в котором автоматически зарастают благодаря специальным бактериям. Ученый предложил добавлять железобетон на стадии его производства, смешанные с молочнокислым кальцием бактерии рода бацилус, которые живут в камнях около активных вулканов и щелочных озер. Когда в трещины попадает вода, она пробуждает бактерии от спячки, и те начинают поглощать соль, выделяя кальцит, отложение которого и заполняют образующиеся в бетоне щели. А в Томском госуниверситете открылся первый в России 3D-музей, экспонаты которого посетители могут распечатать. 3D-музей «Древнее искусство Сибири» создали сотрудники лаборатории междисциплинарных археологических исследований «Артефакт». Виртуальная галерея сейчас не редкость, но отличие этой состоит в возможности распечатать любой понравившийся экспонат на 3D-принтере. Как и в любом музее, экспонаты виртуальной выставки имеют подробное описание и научную библиографию. Ученые артефакты подчеркивают, проект 3D-музей является общедоступным и некоммерческим, а его экспонаты могут быть интересны как профессионалам, так и любителям. И напоследок в Татарстане. Казанский федеральный университет решил улучшить количество научных публикаций сотрудников в качественных журналах. Для этих целей университет заключил госконтракт с британской компанией с городка Эдинбридж в графстве Кент, Connation Technologies Limited, которая занимается предоставлением услуг по консультации в управлении. Целью договора является увеличение числа научных работ, написанных сотрудниками Казанского федерального университета и принятых в публикации в качественных журналах, включение журнала образования и саморазвития в базы данных Scopus и Web of Science и содействия в развитии этого журнала. А на этом все.